В этом году планируют отремонтировать 32 тысячи квадратных метров дороги, ведущие в аэропорт. Для сравнения, это примерно четыре футбольных поля, на которых проводятся международные матчи. Сейчас работы ведутся возле самого здания аэропорта. Проферизировано 10,5 тысяч квадратов. Бордюр из 5600 установлено 3000, то есть 3 километра бордюра установлено. То есть на сегодняшний день мы двигаемся по тому плану, который мы наметили. А вот эта площадка, что тут с ней? Что? Асфальт. Вот здесь будет брусчатка. Вот здесь брусчатка, да? А там будет асфальт. Просто, чтобы выход был нормальный. Человек прилетает или наоборот приезжает в аэропорт и выход нормальный. Тендером на ремонт дороги было предусмотрено 39 миллионов гривен. Но после проведения конкурса удалось сэкономить. Фирма «Победитель» взялась выполнить весь объем работ за 35 миллионов. Уменьшение финансирования не повлияет на качество, отметил городской голова. Асфальт какой здесь? Шима 20. Да, с добавками, с добавками, с добавками. Надо же так сделать, чтобы... Ты видишь, какая температура сейчас в Украине? Да, в Запорожье это очень хорошо. Ну, у тебя опыт же есть. В Турции жара, и у нас даже жара уже такая. Поэтому асфальт должен выдерживать до 70 градусов, правильно? Да. Это самое главное. Самое главное, чтобы качество было. Да, самое главное. Чтобы мы по 10 раз не переделывали. Сделали один раз, лет на 10-15 забыли об этом все. Пришли на другой объезд. Капитальный ремонт дороги планируют закончить к середине сентября. Сроки, в частности, обусловлены тем, что совсем скоро стартует строительство нового терминала. Больше 12,5 тысяч квадратных метров аэропорт. Сам терминал. Прокусная способность 400 человек в час. Проект уже утвердили в Министерстве регионального развития Украины. Сейчас продолжается согласование в других профильных министерствах и Кабмине. Параллельно проходит конкурс, по результатам которого будет определен подрядчик. Общий бюджет проекта – 543 миллиона гривен. И это средство не только городского бюджета, но и самого предприятия, которое активно развивается. На сегодняшний день, несмотря на то, что мы полтора месяца, основная полоса была закрыта, мы за 7 месяцев этого года обслужили 163 тысячи пассажиров, что уже на 13% больше, чем за 7 аналогичный период прошлого года, несмотря на то, что мы практически стояли полтора месяца. Мы заработали за полугодие 18 миллионов прибыли, мы больше 3 миллионов заплатили налогов на прибыль. В бюджет мы заплатили больше 1 миллиона налога на землю. То есть предприятие выполняет те задачи, которые перед ним стоят. На новый терминал уже выделено порядка 200 миллионов. Для начала строительства этих средств вполне достаточно, отметил Владимир Буряк. Что такое 200 миллионов? В проекте это коробка нового терминала. Почему? Потому что основная стоимость нового терминала – это оборудование, которым будет начинен этот терминал. Своё мнение о перспективах развития Запорожского аэропорта высказали представители ряда крупных авиакомпаний. Как Atlas Global мы ждём, когда построят новый терминал. Я думаю, что этот прекрасный город Запорожья действительно заслуживает новый аэропорт. Строительство пассажирского терминала – это масштабный проект, рассчитанный на несколько лет. Запланировано также строительство котельной, насосной станции, подведение энерго- и водоснабжения, канализации и систем связи. Строительство терминала не отразится на графике работы аэропорта, подчеркнул Владимир Буряк. Аэропорт будет работать, аэропорт будет оказывать услуги вместе с авиаперевозчиками для жителей, гостей с командировки или просто туристической поездки. А параллельно будет строительство нового терминала. Городской голова также отметил – развитие аэропорта будет продолжаться. В планах, которые, в принципе, это нормально, это строительство, конечно, в будущем. Второй этап – это строительство грузового терминала. Вот это уже, как бы, действительно, перемещение, перенаправление потоков и финансовых, и грузовых именно в город Запорожья, а не в какой-то другой. А это, опять же, инвестиционная привлекательность города Запорожья, и это, в принципе, развитие города Запорожья. Дарья Куплеченко, Константин Грушко, ТВ5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова